Пусть я полгода обучения ребят в школе Scream School, мы взяли их на производственную практику в нашей компании. Вот уже они около двух месяцев занимаются, делая реальные вещи на реальных проектах и показывают очень стабильный и хороший рост. Поступил в Scream School, поступил еще когда был там в Хабаровске, приехал сюда, собственно говоря, учиться. Ну, как бы понеслось, первый семестр отучился, старался везде все и вся успевать. Я вообще собиралась идти на 3D или на Майю, а потом увидела в программе 10-месячные курсы, мне стало интересно, я пришла на собеседование, вот и так попало. Ребята пришли, мы дали материал по нашим предыдущим проектам, дали не самые простые шоты в работах. Они начали пробовать применять те знания, которые они получили в школе на реальном материале. Потом, в какой-то момент, когда мы занимались тестом фильма «Самый темный час», мы решили дать им возможность попробовать и нам помочь одновременно. Работа пошла и результаты вполне хорошие. И часть ребят мы перевели на условия оплаты. Первые мысли по сечению первого дня, наверное, были такие, что даже с самой простой задачей у нас справиться не нужно. Это было ужасно, на самом деле. То есть это такой депрессняк адский. Ну, потом все как-то потихоньку получше, получше стало. Постепенно какие-то клинаки, что-то, и как-то так в какой-то момент я начал понимать, что спрашивают с меня уже не только Диму, и там от меня уже просят уже там ребята просто со студии что-то. Сначала резали масочки, помогали, что-то делали. Постепенно нам стали доверять более сложные задания. Я еще чуть-чуть рисовала. И вот сейчас композом занимаюсь. Ну, практика мне дала огромный опыт. Просто огромный. Есть отличие от того, что ты делаешь в школе, в занятиях, когда приходишь и уже сталкиваешься с какими-то реальными проблемами, которые можно решать. Ребята пришли в очень интересное время. Мы делаем первый в России полнометражный фильм, снятый в формате 3D. И несмотря на то, что съемки сейчас только идут, мы уже успели поработать над материалом для теста, который убедил студию в том, что фильм стоит делать в 3D. Студенты Scream School приняли самое непосредственное участие в этой работе. И в рамках нашего партнерства со школой Scream School мы взяли на себя ответственность по оплате обучения этих студентов наряду с зарплатой, которая им перечисляется за ту работу, которую они выполняют. Две недели работали с Димой и с другими сотрудниками и студентами школы. У нас четверо там было. И плюс еще Дмитрий Такаяков как главный супервайзер на проекте «Фантом» на съемках. Мы работаем там матч-муверами. Мы очень довольны взаимодействием со школой и дальше планируем развивать наше сотрудничество. И на наши будущие проекты уже хотим целенаправленно заказывать обучение определенных категорий студентов по тем специальностям, которые нам будут нужны на будущих проектах. Практиковаться, работать дальше в этой сфере. Чем больше ты чего-то знаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. То есть как бы, ну да, наверное, если бы мне полгода надо сказали, что я буду сидеть уже в какой-то студии в Вазилевсе, не в Вазилевсе, то я бы, наверное, этому бы не поверил. Меня как руководителя компании очень радует то, что школа прислушивается к пожеланиям и адаптирует программу под нужды как рынка в целом, так и нашей компании. Мы тоже очень внимательно следим за успехами всех перспективных студентов школы и стараемся сделать все возможное, чтобы пригласить их после выпуска к нам в студию и предложить им интересную работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!